Всем снова привет, с вами снова Дезертира и это снова Ассасин Скрит. Ну что ж, продолжим с того же места, откуда и начали. Итак, я тут вижу, что у нас где-то здесь есть сундук. Чувак, и скорее всего он снизу. И снизу его вот как раз нихрена нету. Вообще я хочу просто купить вот те палаши, или как они там называются, да, то есть, ну вы поняли, ребят. Вот сундучок наш, то есть на эту крышу, в принципе, я в любом случае не зря залез. У меня не хватает до палашей, сколько там получается, почти 500, ну там 600 даже не хватает, то есть чуть-чуть побольше. Я думаю, мы пойдем выполним сначала миссию, но потом уже пойдем покупать эти палаши, или, ну, выходит. Хотя, как говорится, попутно я все равно буду собирать, стараться различные сундучки и прочее. Ага, там, листочек с матросскими песнями полетел. Вон он там, летит, 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 летит. Мы, кстати, можем, в принципе, догнать. То есть попробуем это сделать, по крайней мере. Ага, унесло, повторите попытку. Ну, понятно. В общем, позже эту попытку, я думаю, повторим. Ну, а пока мы можем взять, например, спуститься отсюда к чертям и все-таки проходить по-нормальному по улицам. Хотя я понимаю, что ассасины по улицам не ходят, это мовитон. Там, кстати, какой-то чертеж даже лежит. Но там полно стражников, и я боюсь, что меня просто заметят, значит, надоедать. Ладно, посмотрим, что же это за миссия. Здесь я уже не играл. Все, вот прошел вот эти две первые миссии, поэтому все знал. А вот, а вот дальше я уже без понятия, что делать. Поэтому, если буду тупить, не обращайте на это внимания. А как же мой сахар, миссия называется? Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы? К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт. Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Шутник. Орлиное зрение позволяет замечать любопытных. Ну, в принципе, ребят, вы же все вспомните, что такое орлиное зрение по первым двум частям. Так, вы можете помечать до пяти противников. Будет видеть через стены. Ну, тоже знаем. Что ж, поехали. Лишь бы не путались под ногами. Боннет. Кажется, я понял, в чем дело. Да. Боюсь, они рядом. Да ладно! Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Я лично воспользуюсь своим любимым средством. Поднимусь на крышу. Альто! Я не знаю, конечно, как они меня заметят, но вот этого моего друга, да, они заметить могут. Какой капитан? Мендоса? Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Я люблю казни. И я. Как в колокол позвонят, пора. Пойдете к нами? Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатился. Да, сэр. Капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Так вот. Мне в идеале бы убить вот того чувака. Примерно. Колокол, сеньор! В шторе начнется казнь. Главное не мешать. Какие-то сделки? Да, трупа, по сути, прям на них сбросил. И хоть бы хрен. Так вот. Мне как-то надо от того парниша спрятаться. Ага, все. Отлично. Меня не заметить. Супер. Потому что вот тот, который рядом со мной был, он бы меня сто процентов мог заметить. Я так думаю. Они прям бегут, смотрите-ка. Мне за ними надо еще и поспевать. Эть! Быстрей! Бегом, бегом, бегом. Хорошо, что я их вижу. Ну блин, это прикольно, но это чуть-чуть напряжно, когда я столько не играл в ассасинов. А так все, я успел их увидеть. Вот, у меня, короче, каждый раз появляется метка в 20 секунд. Слушайте, он как ассасин прям прыгает. Давайте-ка мы заберемся быстрее на лестницу. Слушайте, он как ассасин. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. К черту реалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но ассахар с Барбадоса, высший сорт. Мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а ассахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой. Вот этот громила ваш капитан? Какой из двух? Это Эль-Кибурон. Он человек губернатора. Нет, ни из этих пастуартов посеяло капитан Мендоса. Последите капитаном. Девочки, ну давайте шустрее, а. Почему у нас трое, кстати? О, крепость Сан-Альвадорда и Лапунта. Опа-на. Капитан, ты входит. Отвлеки их. Видит? Тихо и спокойно. О, эту балку на него можно было выбросить, оказывается. Киро, что? Да ладно, меня там и нету. Ладно. Нам в тюрьму надо пробираться, в тюрьма. Ух ты ж, она большая, кстати. Присмотрелся сейчас. Довольно реально немаленьких размеров. Так, и как нам в нее пробраться незаметно? Почему-то мне кажется, что это будет довольно проблематично сделать. Не надо. Или нету? Пусть он хочет. Главное, это сделать быстро. Пусть он не начал меня подозревать. Вот как-то так это туда и пробирается видимо. Тем более, что ребята на меня потихоньку начинают пробивать. Опташ. Опташ чёрт. Ну хотя там не было сказано, как именно я должен пробраться с тьмой порта, а я пробрался в каком-то смысле почти незаметно. Ну иди сюда. Тихо и спокойно пробираемся в тюрьму. Ну, я ж сказал тихо и спокойно, ну иди сюда, красоты. Так, как у нас оружие менять на... Вот, вот, готово. Прям. Ой-ой-ой. Ты готов, ты готов. И нас, короче, застрелили с башни. Ну, ладно. Я надеюсь, что нам где-нибудь поблизости дадут возможность восстановиться. Например, сверху тюрьмы. Нет, хрен бы там, как говорится. Так, дополнительно надо избегать стычек. На самом деле нам надо попробовать это сделать таким образом, чтобы мы не могли. Вот этого парня надо убить. Какие-то аккуратные. Потому что это именно он нас в прошлый раз заметил. Из-за него начался весь тот геморрой, который начался... Или не из-за него, а вот из-за него начался весь тот геморрой. Ну, зато мы в этот раз взяли рукопись. Они себе дают много тайн. Открыть базу данных, чтобы изучить их. Видимо, я это сделаю потом. Гавана. Вот там их всего семь. На Гаване. Ну, например... Нет, стоп, я же нажал удерживая. Но он не открыл почему-то. Ладно, пофиг. Мы потихоньку пробираемся. Пока никто не видит. А что если пройти на ту сторону? Хотя там их четверо, блин. Там от меня покурает больше тот чувак, который может стрелять. А он вон там. Чнее сказать, их даже двое. Мне сквозь них надо как-то пробраться. Так вот, берем меч. Убираем. Убираем. Ну вот, все-таки тихо и спокойно не смогли пробраться. Но закрылись от выстрела. Че до крышки? Ты какой крышки, чувак? Опа. Ты, конечно же, такого не ожидал, да, чувак? Да ладно тебе, пока ты там будешь сражаться, тоже умрешь. Не получилось у меня это сделать тихо. По заданию это регламентировалось именно сделать тихо. Ну, я думаю, что ничего страшного. А, кстати... Да ладно! Можно, оказывается, спрятаться вот таким. Открыть дверь. И вот мы нашли наше стекло какое-то. И сахар. Ну, чувак, а почему ты сахар-то не забрал? Нечестно. Кстати, так на эту башню прям показали. Может там что-нибудь интересное есть? Не, нет? Больно, но терпимо. Ладно. Пойдем заодно убьем еще вон те вот ребят. Более, что у них уже нету возможности противостоять какой-либо. Кстати, о, мы у него нож выпили, смотрите-ка. Вот такие здесь вот веселый удар, порезы и все такое, но что-то я не вижу такой более кровавой части, как вот была, например, в предыдущих ассасинах, там все-таки по кровависти это дело работало, но на мой взгляд, конечно. Вот, мы дошли до нужного нам места и делаем синхронизацию. Хотя печально то, что здесь не исчезают походу те места, где ты синхронизировался. Это называется идиотия. Я нажал shift прыжок и он должен был прыгнуть в кучу сена, но он выбрал прыжок веры в прямом смысле этого слова. Ладно, у нас, по идее, сработала синхронизация. Да, вот он нам дал все, что здесь по идее есть, а может я не дал, не знаю. Потом еще залезу фиг с ним. Вот еще один прыжок веры совершаем. Пофигу, что нас заметили. Уже не имеет никакого значения, если мы ему вышли. Оказывается, здесь был, кстати, боковой вход, но я об этом не знал. Ну да, собственно говоря, кому какая разница. Вот тоже, кстати, интересно, могу ли я управлять лодками. Вопросю, по-моему, нет. Лодками я походу управлять не могу. Но зато могу добраться до нужного мне назначения любым способом. То есть уплоти по воде. И это хорошо. Это мне нравится. С сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. А разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключения. Но нет, нет. Я муж и отец. У меня есть обязанности. Жизнь не только развлечения, Дункан. Эй, Боннад. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. А-а-а. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Стыщек я не избежал, поэтому полной синхронизации не будет. Посмотреть прогресс тоже не буду. А вот... Как же мне все-таки оставить... Control. А, оцените воспоминания. Вот. Ну, мне понравилось. На четверочку вполне сойдет. Я так думаю. Нажимаем продолжить. Хотя... Скорее всего, оценки будут работать только... С лицензионной версией, поэтому... Поэтому это немножко бесполезно. Вот. Но зато я высказываю мнение, как говорится, вам. Поэтому... Я думаю, вы меня спокойно поймете. Кстати... Вот. Фрагмент взял какой-то. У меня это танцовщиц. Нет. Я не хочу нанимать танцовщиц. Они мне не нужны. Так, пока бегаем. И все еще не хватает денег на покупку новых мечей. Ну, тех мечей, которые я хотел купить. Здесь, я думаю, вторая миссия будет не менее интересна. Там, кстати, можно купить какие-то, видимо, лекарства. Или ром. Да, вот. Мы опять пришли, кстати, в этот же бар. Ох ты ж. Можно нанять человека в команду вот прям вот так вот с улицы, что ли? Выпьем. Мы же пират. Мы должны пухать ромом. Ох ты ж. У нас прям... Получить сведения. 200 рублей. А там можно поиграть, например. Шашки. Я так полагаю. Вот мы уже протрезвели. Быстро, кстати. Довольно. Я думаю, что чувака мы еще потом, может быть, намьем. Пока я не буду на это тратить деньги. Потому что пока я хочу выполнить задание, получить за это свое вознаграждение в каком-то смысле. И уже потом... Так вот, кстати, там есть сундук. Там есть сундук. И он находится снизу. И это уже плюс, потому что я его могу взять. Наверное. Ну, он не совсем снизу находился, но в цели направо будет сраться. Итого мне не хватает. Вот прям, блин, совсем чуть-чуть. Все равно хоть грабь девушек. Но я благородный пират, поэтому грабить девушек я не буду. Два рубля. Гребаные два рубля. Вот интересно, а что череп делает? Просто пока посмотрю. Я так понимаю, что череп это какая-то определенная цель, которую мне надо убить. Ну, то бишь, контракт. Скорее всего. Хорошо, я запрыгнул сюда. Это взаимодействие. Да, это контракт. Хотя, откуда он, по сути, если так разобраться, откуда он знает про эти контракты? Награда избегает с 1500. Каппер, стоящий на службе, туплиеров сейчас, похоже, скрывается в бедном квартале Гаваны. Найдите и убейте его. Нет. Потом он так. Потом. Понравилось, как это он ручкой сделал. Вот. Ну, впрочем, давайте тогда по заданию пойдем я... Ну, как бы мы же еще не знаем, что мы как бы ассасины, что мы вообще что-то... Так, господин Уолпол, я полагаю. Ага. Ну, видимо, это встреча с губернатором. Добрый день. Мистер Дункан Уолпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Да, господин Уолпол. Пойдите, пожалуйста. То есть он нас действительно ждет. Мы можем проходить. Все нормально. Нас признали. Мы ассасин. Все окей. Все круто в лицо. Нас никто не знает. Как его называешь? Ассасин? Да, Дункан Уолпол. Он должен был приехать много дней. Ребята уже о нас говорят. Давайте, кстати, включу субтитры. Может, хотя бы на них они переводятся. Не знаю. Ну, во всякий случай, мало ли. Так. Общая. Где что? Субтитры-то. У тебя они? А, ну да. Вот они выключены как раз. Потому что... Да. Придержи язык у губернатора гостей из Франции и Англии. Ну и вид у него. Я думал, он представительный. Бог весь сколько провел в море. Не судьи строго. Ну вот. Да. Зря я не включил субтитры. Я теперь хотя бы буду знать, о чем они говорят. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан Уолпу. Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Польщон. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале Маскараде у Перси. А. Да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Джулиен. Наш почетный гость прибыл. Дункан Уолп. А. Ха-ха-ха. 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 Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю. Но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Ха-ха-ха. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Как бы нам не спалиться. Ну что, давайте будем разминаться, учиться стрелять. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Побвыкнитесь. Ха-ха-ха. Четыре. У одного из моих соратников было девять пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Хорош, да? Жду, когда пистолет будет вмещать четыре пули. Сейчас, Марокко. Этот. Тормоз. Джеймс Паклор. Он изобретает необычайные вещи. Маленький. Эп, чтобы выстрелить в выделенную цель из пистолета. А, то есть, ну, просто выстрелить. Хопа. Все. Продолжить. Или испытание. Давайте испытание возьмем. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Проблема в том, что я боюсь, что у меня не хватит патронов. Ну, а я выполнил задание. Что ж, поговорим. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. К несчастью, сломал их оба. К несчастью, ты их тупо выбросил. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Ну, а теперь у нас есть скрытые клинки. И это очень хорошо, потому что с ними я ородую куда лучше, чем с мечами. Два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Ну, в общем, самое интересное то, что, получается, за компьютером как бы сидит за анимусом сейчас человек, который никогда этого не делал, и мы, типа, тоже никогда этого не делали. Типа. Скажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Ну, а сейчас обучают, то есть, как там... Боже, вот это да! Скрытность. Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно, если бить из-за угла. Бить из-за угла, ага. Вот это так. Очень умно. Дальше. Убийство в воздухе по-своему прекрасно. Хоть и привлекают внимание. Покажете. Да, конечно, главный вопрос откуда и кого. Ага. Вот этих ребят нужно убить. Всех убить? Всех из воздуха. Нет одного из-за угла. А возможно ли нанести ротовой удар на бегу? Конечно. Мундио! Какой сильный удар! Дальше. Чудо! Все, никаких испытаний. Ну и ладно. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодеев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А, видимо, на САУ ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Я бы сказал, не удачи вам. Великий магистр, господин Дункан Уолпл прибыл. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр. Удалось. Хм. Инкриибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но... Нас им не остановить. Рад наконец встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу. Нам есть что обсудить. Короче говоря, мы опять начинаем работать на тамплиеров. Как и в третьей части. Ну вот, блин. Реально печально. Я не люблю тамплиеров, не знаю почему. Наконец все в сборе, и какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Не лжи, не обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже сорок пять лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но, благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока, давайте пить. А мы, как всегда, украли. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут. Духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Ну блин. Я не видел этого. А грабьте всех тамплееров. Ладно, оценим миссию. Я думаю, до пяти... Ну, мне нравятся такие миссии, то есть когда там рассказывают. Но не нравятся тамплееры. Блин. Ладно, пофиг, пять. Думаю, вполне достойно. На мой взгляд. А вот. Но грабьте всех тамплееров. Я почему-то не видел этого задания. Я думаю, что, в принципе, на этом можно заканчивать эту серию. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Вот так вот. Губернатор Торрес, завтра рано утром будет ждать вас в гавани. Около замка. Ну, понятно. А теперь шляемся, делаем, что хотим. Да? Нет, надо просто пройтись в ту сторону. Кстати, надо быстренько поймать этого чувака. Эдвард! Бегите, если вам дорога жизнь! Зараза. Это кайлы! Бежим! Все. Пули. Вот, отлично. Все, собрал. И, кстати, спасти и освободить пиратов. Тоже. Да вы спятили! Я вообще не моряк! Вообще, он не моряк видит. Ну, мы его спасли. Выручили, сэр! За Джеком не пропадет! Угу. Ну, то есть, он сам по себе нанялся к нам. Удивительные ребята. Эти пираты. Ладно. Давайте купим хороший меч. И на этом закончим... На этом хорошем событии закончим все... Всю серию. У нас есть офицерские шпаги. Ну, я думаю, мы достойны большего, и поэтому мы купим каперский палаш. Причем их будет два. Теперь мы можем зайти в пистолеты и посмотреть, что есть здесь. Дальность. Ага. У нас, я так понимаю, нету сейчас мушкетов. Теперь они есть. Вот, точнее, есть пиратские мушкеты и есть обычный кремниевый пистолет. Я взял пиратский мушкет. Мушкетон, точнее. У нас две штуки тоже. Самые... Хорошие это вот эти. Это пистолеты со съемным дулом. Ух ты ж. Это, то есть... Имеется ввиду с глушителем, что ли? Ладно. Вот так вот теперь мы выглядим. Собственно, мы-то никак не поменялись. Ну и на этой хорошей серии и... Закончим. Я надеюсь, что вам, ребята, понравилось то, что вы видели. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Желаю вам удачи. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok